Велосипед В нашей стране это достаточно тяжело, потому что просто нет полос отдельных, выделенных для велосипедистов. В этом вся, я думаю, проблема. Негде ездить. В Нижнем Новгороде инфраструктура есть велосипедная? Существует она? Нет. Почему? Потому что, когда катаешься на велосипеде, да, это понимаешь. Это также понимаешь, когда ходишь с коляской, вот, и город с границами. Для транспортного средства необходима дорога. Именно это определяет его как средство передвижения. С недавних пор на Нижневовской набережной появилась первая велодорожка. И вот, собственно, как это выглядит. А это Ижевск, набережная Зодчего Дудина на левом берегу Ижевского пруда. Здесь власти города подошли к вопросу фундаментально. Длина самой набережной 1100 метров, ширина 30. В прошлом году на реконструкцию потратили не менее 250 миллионов рублей. В 2013, 2014, 2015 годы мы должны построить 40 километров велодорожек. В прошлом году мы создали сеть из 10 километров велодорожки. В этом году 16. И остальное в следующем. По официальной статистике, длина Нижегородского маршрута 5 километров, а длина Ижевского в два раза больше. При этом в Ижевске отрезки между собой связаны с съездами с бордюров. В Нижнем Новгороде с этим гораздо сложнее. Поэтому, если уйти от популизма, можно сделать вывод. Прежде чем заниматься разработкой городских велокарт или приложений для смартфонов, нужно создать велосипедную инфраструктуру. Удобную и понятную. Но что говорить, если по улице Большая Покровская, велодвижение и вовсе запрещено. И главное помните, чем больше таких людей, которые используют велосипед как средство транспорта, тем скорее появятся велопарковки и выделенные полосы для велосипедистов. И если 10 лет назад велосипедист в потоке был скорее экзотикой, то теперь это практически мейнстрим. Так что вливайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok